Итак, я словила страх. Сегодня прилетели ракеты недалеко от нас. Поэтому, конечно же, когда дочка позвонила с Германией и говорит, «Мама, ты слышала?» Я говорю, «Да, слышала». Итак, я словила страх. Поэтому, как только я осознаю, что я словила страх, я испытываю стресс. В первую очередь я задаю себе вопрос, где этот страх пытается сейчас во мне поселиться? Где он ощущается? И вот сразу же идёт вот эта часть, вот ощущение, как, знаете, как что-то чёрного налипает. Поэтому вы тоже себе задаёте вопрос, где этот страх уже или осел, или пытаются сесть, так как я проработанная. Соответственно, я его чувствую на аурическом поле. Большинство людей из-за того, что у них уже есть страх, соответственно, подобное притягивается к подобной, на этот страх начинает притягиваться ещё больше страх. Поэтому вам надо уйти тогда в самую глубину и задавать вопрос, где этот страх пустил уже корни? Обычно люди говорят «солнечное сплетение», ощущение, что как будто в солнечном сплетении это есть, как будто он уже там, даже пусть и, может быть, многие эти корни. Поэтому мы сразу его растождествляем. Есть я и страх. Есть я и страх. То есть мы как бы берём и разделяем себя. Вот я, а вот страх. Теперь мы смотрим, какой образ этого страха. Тоже подсознательно. Закрываем глаза и говорим, какой образ этого страха. У меня такой демонёнок, одноногий почему-то. И у него руки какие-то неестественные. Какой-то как ребёнок маленький, но с какими-то такими, как инвалидными состояниями. Я в этот момент обязательно вслух говорю. Потому что нам надо, чтобы мы слова говорили и наши уши слышали. Можно мне было иметь такой страх? Мне так было можно. Потому что когда мы говорим «можно», это означает, что мы снимаем чувство вины. Потому что первая реакция – я не должен испытывать страх, особенно если у вас есть дети. Поэтому у вас есть такая позиция – я не должен. Вот это «не должен» он вызывает определённое сопротивление. Поэтому мне можно было иметь страх, у меня были причины иметь страх. Мы обязательно договорим вслух, мы это проговариваем. Мне так было можно. И у меня были причины его иметь. И сейчас я выбираю его отпустить. Сейчас я выбираю его отпустить. И здесь тоже работает подсознание. Например, я вижу, что заходит… У меня очень сильно идёт работа со смертью. Я вижу, что в этот момент, конечно же, страх смерти идёт за себя, за своих близких. Поэтому смерть приходит не за мной, она приходит за чём-то. Поэтому я говорю, так, смерть, вот страх, забирай своего подданного. Я тебя отпускаю. Всё, ты получила, что ты хотела. И я прямо вижу, как вот эта женщина с косой берёт под руки этот страх и начинает уводить в другую комнату. Теперь мне надо это место заполнить. Поэтому я сразу же делаю вдох и вдыхаю сюда солнышко, радость и доверие к Богу. Зная, что он особен, меня сохраните, его покров надо мной, моей семьёй, и я в безопасности.